Теперь вы скажете, у меня нет этой платформы разума, то есть я не контролирую себя, я не вижу цель, я не верю в Бога. Человеку не обязательно просто постепенно доходить до этой платформы. Есть другой метод. Метод заключается в том, что человек сразу должен пытаться действовать на платформе разума. Постепенно он научится это делать. Ему не надо проходить весь этот путь, понимаете, не надо. Сознание надо сразу на платформу разума направить. Как это сделать? Сейчас объясню. Надо каждый день настраиваться на то, чтобы желать счастья другим, а не себе. Надо каждый день читать Священные Писания, чтобы понять, потому что Священные Писания что делают с человеком? Они от себя его перенастраивают на других. Каждое слово Священных Писаний только это и делает. Отвлекает от себя, настраивает на цель жизни, на других, на Бога. Есть три проявления Бога. Когда человек любит природу, он становится здоровым. Единственный способ быть здоровым. Все остальное — это обман. Любовь означает действовать, что-то делать на природе. Можно там бегать, можно прыгать, можно копаться в огороде. Если ты с любовью это делаешь, становишься здоровым. У меня соседи, бабушка с дедушкой, по 80 лет целыми днями, и днем, и ночью, и летом, и зимой все время копаются в огороде. Они абсолютно здоровы, по 80 лет обоим. Вот это реальный факт. Они с любовью просто возятся на земле, и все, они здоровы, потому что, когда человек любит природу, он становится здоровым. Если ты хочешь в социуме быть развитым, тебе не хватает просто любви к людям. Есть разные способы любви к людям. Я вам объяснил, что подниматься вверх по лесенке нужно любить старших, их силу. Вот надо уважать старших за их силу, за их могущество. Когда мы уважаем могущественных людей, мы становимся могущественными. Если ты проклинаешь, что ты директор завода, тебе хорошо, тогда и будешь всегда рабочим. Но если ты уважаешь могущественных людей, ты становишься могущественным. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что любовь к людям дает человеку возможность в обществе людей жить счастливо. Это не дешевая вещь, любовь к людям. Всегда мы в людях видим, что только недостатки. Вот жена выходит замуж, допустим, что она видит в своем муже? Недостатки. Она думает, у других-то мужья как лебедушки, а у меня бедоносец. Фильм старый есть такой. Это нормально, потому что он приносит ей боль. Муж приносит боль. И поэтому, что я в нем вижу? Недостатки. А если жена начинает служить мужу, служение вызывает благодарность. Когда она что-то делает для него с любовью, то у него в сердце возникает благодарность. Как вы думаете, всегда или нет? Всегда. Просто он иногда сам это понимает, а иногда нет. Потому что благодарность человеку не принадлежит. Она принадлежит Богу в его сердце. Поэтому я и говорю, что любовь к Богу бывает трех видов. Любовь к природе — это тоже любовь к Богу. Любовь к человеку — это тоже любовь к Богу. Если ты божественное в человеке видишь, значит, ты будешь служить его божественному, а не его плохому. Жена служит мужу, потому что она божественное видеть в мужском начале. Она просто служит мужу, потому что у него есть божественное. Он обладает этим мужским началом, которого у меня нет. женщина счастье от мужского начала все в своей жизни получает если она служит мужскому началу заботиться о нем то бог в сердце мужа будет благодарным не муж сам он может обнаглеть муж от служения жена служит он думает мне по судьбе положено так хорошо кушать будет думать это у меня в гороскопе написано просто будет хорошо кушать говорит даже спасибо перестанет говорит потому что положено по гороскопу вот человек может быть неблагодарным но как проверить что бог в сердце мужа благодарен как проверить надо сказать да конечно мой хороший тебе это положено по гороскопу поэтому я не буду сильно напрягаться сейчас если тебе положено знать что-то другой тип будет готовить и перестают готовить ему просто и в этот момент у мужа из сердца выходит благодарность он осознает что жена очень хорошая у него что она его вкусно кормила он загордился собой он подходит к ней говорит что с тобой стряслось вдруг опять быть может я в чем виноват нельзя же молчать прямо молчать час и другой подряд видите оказывается мы можем заставить себя любить людей даже несмотря на то что у них есть недостатки и тогда мы будем счастливыми в их обществе человек имеет ограничения в жизни какие-то в обществе из людей только из-за недостатка любви к богу который находится в человеке мы не видим человеке божественного поэтому если девушка видит смотрит на мужчин если девушка смотрит на мужчин божественными глазами она видит мужское начало в мужчинах она самая красивая она самая красит красиво потому что женская красота означает видеть божественное мужском начале если девушка смотрит видит божественное она она красивейший человек как она останется 1 невозможно Вот если она боится мужское начало, она не смотрит и видит там страх, опасность, каких-то Бармалеев там видит в мужском начале. Я говорю, как она выйдет замуж? Она будет страх всегда испытывать перед мужским началом. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней. Понимаете? Давай не видеть мелкою, тогда будет любовь долгая. Давай не видеть это мелкое, это мелкое откуда возникает? От судьбы. Время приходит, близкий человек будет тебя мучить обязательно. Предсказание. Каждому я это говорю, и себе в том числе. Я тоже так не согласен с этим. Будет обязательно мучить именно близкий человек. Время приходит. Самый хороший, самый дорогой человек будет мучить тебя. Почему? Потому что так действует время через него. И если ты принимаешь это от него, принимаешь, все, страдания заканчиваются. Страдания означает чувство несправедливости. Прими. Тебе будет трудно жить, легче не станет, потому что время напрягает нас. Трудно будет, но страданий не будет. Страданий возникает от чувства несправедливости. Как принять? Надо понять, что я виноват в чем-то. Понимаете? Вина человека находится в прошлом всегда. Поэтому мы не понимаем. Смотрите, есть пробуждающееся сознание, есть пробудившееся сознание, а есть бодрое сознание. Вот бодрое сознание или святость означает, человек знает все. Он видит прошлое, он видит точно, за что человек страдает. Если человек страдает за что-то, четко видно за что. Это означает, что всё нормально. Если есть за что, всё нормально. Проблема заключается в том, что мы не понимаем за что, поэтому мучаемся. Неужели я бросил атаку своего мужа когда-то, как меня бросили? Да, только так. Больше никаких вариантов нет в этом мире. Этот мир соткан из одной только справедливости. Когда человек понимает за что, не страдает. Причём, даже видно по человеку точно, когда будет и когда было. Всё это есть в нас. У нас всё записано в судьбе, понимаете? Всё видно. Поэтому нам не хватает только одной вещи в этом мире. Нам не хватает силы принять свою судьбу. Сила идёт от Бога. Нам не хватает только силы. Нам не хватает силы любить. Нам не хватает силы прощать. Нам не хватает силы отдать себя. Почему? Потому что мы не понимаем, как устроена наша жизнь. Наша жизнь устроена таким образом, что мы не можем сами из себя чего-то отдавать. Допустим, смотрите, женщина переживает за своего ребёнка. Он заболел. Что значит переживает? Как вы думаете? Это значит, что у ней силы. Не хватает ему помочь. Давайте проведём эксперимент. Поднимите женщину руки, у которых ребёнок заболел, вы не переживаете. Не переживает. Значит, у вас хватает сил ему помочь. Ваши ребёнки все вылечатся без проблем. Почему? Потому что у вас хватает сил. Теперь второй вариант. Поднимите руку, кто сильно переживает за своего ребёнка. У вас не хватает сил. Но ваше понимание неправильное. Переживание означает неправильное состояние сознания. Переживать не надо. Надо соединиться с тем, у кого есть силы. Переживать не надо. Продолжение следует...